шалом первая часть этой программы начиналось вопрос о том сколько можно грешить не теряя спасения попробуем вернуться к этому вопросу в свете сказано в предыдущих четырех частях прежде всего спасение это на мой взгляд не какой-то неизменный юридический статус который тебе дан раз и навсегда с одной стороны да мы уже спасены как об этом и сказано например в послании к эфесянам 2 главе стихе 8 благодатью вы спасены мы уже родились выше дух святой уже в нас и он уже свидетельствует нашему духу о том что мы дети божьи мы получили не просто юридический статус оправданных грешников однако мы приняты в семью божью первенец божий мессии еще теперь наш старший брат другой стороны спасение это также процесс который идет нашей жизни сейчас и в котором от нас ожидается наше самое активное участие то же самый павел пишет например такие слова со страхом и трепетом совершайте свое спасение конечно инициатива нашего спасения принадлежит целиком и полностью богу но его цель простите если повторяюсь не довести нас до небес а сделать нас совершенными светить нас сделать нас подобными своему первенцу ешу очень хорошо об этом говорит иоанн своем первом послании стихи 2 и 3 в 3 главе да любимые мы уже теперь дети бога а какими будем это еще не открыто мы знаем лишь то что когда это откроется мы будем подобны ему потому что увидим его таким каков он есть и всякий кто возлагает на него такие надежды очищает себя потому что чист он на мой взгляд нам нужно более всего заботиться не о гарантированном месте на небесах и не сохранение нашего юридического статуса нашей оправданности а о том чтобы жить с богом здесь и сейчас чтобы он был с нами мы созданы чтобы жить с ним если нам такая жизнь не нужна то есть если он сам нам не интересен то он не будет нам навязывать свое общество в том числе и небеса не будет навязывать потому что уж там-то от него никуда не денешься спасен тот кто живет с богом и главное обетование писания как я его читаю именно в этом я буду с тобой она звучит в разных книгах библии и в разных местах по-разному но суть именно в этом каким же образом бог может быть с нами и что нам делать с грехом если мы обнаруживаем его в своей жизни я сам еще очень далек от святости чтобы говорить на эту тему слишком много поэтому ограничить лишь несколькими базовыми вещами прежде всего чего нельзя делать ни в коем случае если хочешь чтобы бог был с тобой нельзя грешить сознательно если мы сознательно продолжаем грешить после того как получили знание об истине не остается более никакой жертвы за грехи а только вселяющие ужас ожидание суда яростного огня который пожрет противников это из нового завета из послания к евреям мы ответственны за всякое полученное знание об истине те кто равнодушен к истине впадают заблуждение как об этом написано в стихах которые вы видите сейчас на экране в жизни с богом преуспевают только те люди которые твердо намерены жить по своим убеждениям по совести делать то что они считают правильными хотя наше представление о том что правильно очень часто весьма искаженные бог в этом случае как раз таки смотрит в первую очередь на сердце если человек искренне старается жить по его воле в меру своего разумения его воли то бог обязательно исправит ошибки в его понимании этой самой воли это первое второе волю божью нужно искать прежде всего в писании в прямых и ясных указаниях и примерах которые нам даны именно как указание и как примеры для подражания особенно в новом завете в учении и личности еще духовная литература традиция дары духа все это может помочь нам но лучшая помощь от них будет если все это приведет нас к пониманию писания как минимум все это должно быть обязательно сопоставлено с писанием и испытаны проверено им третье если в попытках жить по писанию мы обнаруживаем свою несостоятельность это нормально так что тут не если обнаруживаем а когда обнаруживаем вам сказать но задерживаться в этом месте слишком долго нельзя это открытие показывает что мы на правильном пути радоваться все-таки рановато нам нужно продолжать искать бога и его помощи для того чтобы он освободил нас от всего что препятствует нам жить в соответствии с достигнутым нами пониманием его воли в первую очередь от пороков в которых непосредственно задействовано наше тело вторую от грехов совершающихся главным образом внутри нас пример успех в борьбе с пристрастием к порнографии и азартным играм вряд ли придет раньше чем перестанешь менять женщин как перчатки и воровать и тут конечно не обойтись без помощи общины и ее служителей четвертое в этой борьбе за святость от нас ожидается максимум усилий они минимум сами шо сказал так старайтесь изо всех сил пройти через узкие двери давид стерн переводит это его перевод и он переводит эти слова лучше других потому что греческий глагол который в синодальном переводе переведен подвязайтесь означает сражаться бороться биться прилагать усилия автор послания кевреем пишет в том же духе наши собственные усилия не спасут нас но это не означает что секрет победы в пассивности секрет сотрудничестве с богом мы делаем свою часть а он своем и последнее жизни с богом есть победы но нет точек невозврата что это значит вот что лежишь в грязи ты можешь и должен встать должен потому что иначе погибнешь можешь потому что есть бог который хочет тебе помочь и ты у него не первый ты встал прекрасно благодаря бога и радуйся но также берегись чтобы не упасть снова потому что можно упасть снова упасть может любой из нас в любой момент и те кто стоит твердо обязаны этим прежде всего божьей защите спасибо шалом миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о миссианстве и шоа а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w точка азис дефис медиа точка тиви